Привет! Этот удивительный дикорос знаком многим. Не обзывайте его сорняком. Это чудесное растение портулак. Из него можно приготовить очень много вкусных и полезных блюд. Сегодня я вам расскажу о теплом салате из портулака. Вот я собрала у себя молодой портулак. Вот такой с корешками прямо. Корешки обрезаю. Они нам не нужны. И как следует промываю. Можно под проточной водой, можно вот так, меняя воду в тазу, как следует перебираем, промываем. Лишние непротулачные травки выбрасываем. Потом отжимаем от воды его и кладем в чашку. У меня портулака килограмм. В кипящую воду добавляем соль на литр воды столовая ложка и в эту воду опускаем портулак. Буквально на полминуты. Долго не надо, вполне достаточно этого. Чуть-чуть его проварить в кипящей воде полминутки. И потом откинуть в холодную воду. Быстро остудить. Вот у меня таз с очень холодной водой. Я достаю горячий портулак. Видите, из килограмма получилось не так уж много его. Он уменьшается. Как следует его там прополаскиваю, он остывает. И теперь нам нужно его отжать от воды. Вот так отжимаю. Армянская кухня, например, она полна рецептов с этой удивительной травой. И пироги пекут, и лепешки делают, и салатов несколько видов. Она чудесная, конечно. Нарезаем на нужные кусочки. Можно не нарезать, можно так и оставить, но тогда они будут длинными, как спагетти. И не очень удобно, на мой взгляд, их будет, этот салат будет кушать, есть. Поэтому я его нарезаю. Вот так все нарезали. Теперь нарежем луковичку и чеснок. Луковичка у меня небольшая. Нарезаем на мелкие-мелкие вот такие кубики. Измельчаем. В сковороду наливаем растительное масло и бросаем туда лук и чеснок. И добавляем чайную ложечку сахара. Все это обжариваем до золотистого, такого светлого состояния. Вот такое вот. Припускаем. И теперь вместе с маслом все это перемещаем в салат. ложка кунжута. Кунжут чуть-чуть подсушенный, поджаренный на сковородке, чтобы вкуснее было и такой ореховый привкус. Сюда, кстати, можно и мелкодробленный грецкий орех добавлять, тоже очень вкусно. и ложка столовая бальзамического уксуса. Если у вас его нет, можно добавить обычный. Чайная ложка молотого перца. И салат наш готов. Нам нужно его оставить минут хотя бы на 15, чтобы все смешалось и пропиталось. И можно его есть. Прекрасная. Гарнир прекрасный для мяса, для рыбы, да и сам по себе этот салат очень вкусный. Вкуснее он в теплом виде, но и в холодном хорош тоже. Когда-то этим рецептом поделилась со мной армянская подруга. Я его очень часто делаю. Рекомендую сделать и вам. Все. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Приходите еще. Я еще что-нибудь придумаю. И делайте.